Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Цитата Лавановского». Статья написана в пятницу, 31 марта 2023 года. Итак, начинаю. А начинаю я со следующего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Для гарантированного получения моего ответа на ваши вопросы и просьбы, пользуйтесь донатами. Ссылка на них под каждым видео. Остальным тоже буду отвечать, но по мере нахождения свободного времени. Также буду признателен, если поддержите канал в меру своих возможностей с помощью все тех же донатов. А теперь по теме. Даня Беликов попросил меня высказаться по поводу следующей цитаты Лавановского. Вот эта цитата. Формула успеха в большом футболе тоже давно в принципе известна. «Жесточайший отбор выносит на гребень только тех, кто обладает способностью к колоссальной концентрации душевных и физических сил в момент наивысших испытаний». Конец цитаты. Моя реакция. Очень показательная цитата. Рекомендую вначале познакомиться с роликом под названием «Принцип Батгатама Будды», где я рассказываю о тесте смерти от Лавановского. До меня доходили слухи об обмороках, крови из носа, из ушей и прочих страхах на тренировках киевского «Динамо». Но сплетни всегда останутся сплетнями. Когда же я узнал от Бубнова о тесте смерти от Лавановского, то понял, что дыма без огня не бывает. А теперь давайте проанализируем фразу Лавановского, упомянутую в этом ролике. Как всегда разделю на цитаты. Первая цитата. «Формула успеха в большом футболе тоже давно, в принципе, известна». Моя реакция. «Неужели?» Сразу приходит мысль в голову. В этой формуле, наверное, что-то о тактике, что-то о стратегии, что-то о физике, что-то о технике, что-то о волевых качествах и психологической устойчивости. И что же мы узнаем из УС Лобановского? Оказывается, это жесточайший отбор выносит на гребень только тех, кто обладает способностью колоссальной концентрации душевных и физических сил в момент наивысших испытаний». Конец этой микроцитаты. «Моя реакция. Жесточайший отбор, ребята, ни техника, ни понимание игры, ни слаженность, ни скорость мышления на поле, ни шлифовка стандартов, ничего подобного. Только лишь жесточайший отбор. Вот только здесь маленькая заминка. Жесточайший отбор может означать очень тщательный отбор, а может означать отбор от слова «жестокость». Думаю, что вспоминая рассказ Бубнова о тесте смерти, приходится соглашаться со вторым вариантом. Когда я вспоминаю о тренерских достижениях Лобановского, то у меня перед глазами перетянутая струна на грани обрыва. Ну что же, можно идти и таким путем, не останавливаясь ни перед чем. Тогда вопрос. В чем же секрет успеха Лобановского? Именно в этом. Странно, но наряду с вещами, которые я категорически не приемлю, Валерий Васильевич высказывал гениальнейшие вещи, которые служили в моей работе путеводной звездой. Мой совет молодым тренерам – никогда не идите на сделку со своей совестью. Ведь жесточайший отбор подразумевает подрыв здоровья вплоть до инвалидности тех, кто не прошел испытания, или тех, кто был достоин выбора, но не прошел его из-за супер больших нагрузок. Есть такая поговорка – лес рубят, щепки летят. Очень грустно, когда в качестве щепок оказываются живые люди. Лучше придерживайтесь принципа Гатама Будды. Для тех, кто ленится найти этот ролик и прослушать его, я скажу, что принцип Гатама Будды прост, как кусок хозяйственного мыла. Сильно натянутая струна рвется, а слабо натянутая не звучит. В советские времена я часто слышал – «Не согласен? Критикуй!» А критикуя – предлагай. Формула успеха, озвученная Лобановским в рассматриваемом высказывании, для меня неприемлемо категорически, так как в этой так называемой формуле успеха даже миллиметра не оставлена для монолитности командного духа, для высокого уровня индивидуальной техники, для высокого уровня командных игровых кондиций, вспоминая, как киевская «Динамо» бежала круг почета после победы над Баварией и после второго матча Суперкубка. Смотрел я на этих футболистов и ужасался. Они все были очень усталыми. Нет-нет, не от игры, а от постоянных сверхнагрузок. Ни миллиметра жира не было на них. С одной стороны это хорошо, но с другой – везде должен быть предел. Да, та команда образца 75-го года могла растерзать какую угодно команду, но за счет какого количества отсеянных футболистов, здоровье которых осталось не на самом высоком уровне, мягко говоря. В тот далекий 75-й год я был до слез благодарен Лобановскому, не зная, какой ценой достигался тогдашний успех. Я знаю другой путь и никогда не пойду по пути Лобановского. Никогда, если мне предоставится такая возможность. Несмотря на то, что некоторые его мысли считают гениальными. Какова же моя формула успеха в большом футболе? Она многоуровневая. Первый уровень – высочайший уровень индивидуальной тежники. Второе – физика, приобретенная футболистом на 90% за счет шлифовки тежники. Третье – высокий уровень командных действий, в том числе знания языка жестов для общения с тренером и между собой. Четвертый уровень – самосовершенствование через индивидуальные тренировки. Пятый уровень – высокий уровень монолитности командного духа. Пяти озвученных уровней вполне достаточно, хотя на самом деле их побольше. Но я озвучил основные. Кстати, если пропустить современные команды через фильтр только что озвученных мною уровней анализа, то выяснится, что ни одна команда мира не может похвастаться соответствием ни одному из уровней формулы успеха вашего покорного слуги. Пользуясь случаем, хочу озвучить один безоговорочный и очевидный плюс в работе талантливого украинского тренера. Я имею ввиду Лобановского. Это отсутствие всякого панибратства со стороны его. Это качество для тренера не определяющее, но очень важное. И еще, пользуясь случаем, хочу прокомментировать еще одну фразу Лобановского. Он как-то сказал, что ничего нового уже в футболе придумать нельзя. Сомнительное заявление. Отсутствие нового – это закостенелость, а закостенелость – это смерть. Такая логическая цепочка известна даже школьнику. Слава Богу, что после Лобановского нового в футболе столько, что никаким экскаватором не выгребешь и никакими вагонами не вывезешь. А это говорит о том, что жизнь продолжается и что творчество не имеет границ. Другое дело, что есть много людей, которые хотят законсервировать то, что имеется в футболе. То есть борьба старого и нового, причем не на жизнь, а на смерть, неизбежна. Есть много людей, которые греются в лучах былых заслуг и былых достижений. Но от них потихоньку начинает пахнуть болотом, тиной. А это уже не есть хорошо. Рано или поздно, но изменения мы увидим в футболе. Если не увижу я, то поколение после меня увидит точно. Пусть эти изменения будут не гигантскими, но они все равно будут. Но лично я не переживаю абсолютно. Я точно знаю, что старое еще никогда не побеждало новое. Асфальт никогда не был сильнее ростков, пробивающихся сквозь него. У меня все. Пока. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и неожиданного.